Добрый день! Сегодня у нас интересный кубик от Yuxin. Выглядит вот так. Коробочка, он магнитный, с цифрками. Куб пятнашки называется, клоцки, нумберет, по-разному. Вот техническая информация. И тут довольные китайцы. Посмотрим сразу на кубик. Инструкции нет. Коробочка, кроме кубика, ничего не содержит. Он достаточно крупный. Сравним с обычной трешкой. Ну вот. То есть два слоя, это как обычная трешка. Обычная торнадо. Есть еще версия 2х2. Про нее рассказывал ранее. Вот такой комплект 2х2 и 3х3 от Yuxin. Оба магнитные. Вращается как 3х3. Неплохо для своего размера. Но кубик, конечно, тяжелый. Потому что элементы составные, с магнитами. Да и размер немаленький. Понятно, что это не обычный судоко куб. Да еще с цветами он был бы такой бессмысленный. А куб пятнашки. У которого можно извлечь одну такую фишку. Детальку пятерочку. Под ней сразу видно магнитик. И тут как-то перемещать. Можно на одной грани играть. Да и получить пятнашки 3х3 или восьмушки. Отдельно их не покупать. Вращается неплохо, но на 2х2 вращалось чуть лучше. Но это может после первой сборки что-то застревало. Так-то разработается и будет хорошо. Все это работает. И можно подвернуть другие цвета и перемешивать. Сейчас пока не перемешаю. Покажу, что я успел здесь узнать. При перемешивании на одной грани ориентация цифрек не меняется. И это хорошо. Но во время сборки приходится ее менять. Эти кубики изначально я покупать не планировал. Да и не покупал. Мне показалось, что они слишком простые и неинтересные. Их мне подарил мой подписчик Игорь из Смоленска. И 2х2 и 3х3. Все это от него. И оказалось, что головоломки-то очень интересные. Стоят они не дешево. Больше 2000 каждая. Игорю еще раз говорю спасибо за такой презент. Я ему действительно очень признателен. Так как если бы не он, я наверное и не стал бы покупать. Что со стороны похоже, что это просто стикер-мод с цифрками за бешеные деньги. Но это не так. Покажу на 2х2, как располагаются цифры. Здесь я оставил ориентацию цифрок такую же, как была из коробки. То есть вот белая грань, желтая. И боковые. Боковые все имеют одну ориентацию. Вот вертикально стоят цифры вверх. И белые цифры ориентированы так же, как красные. И желтые. То есть вот так вот идут одинаково. И здесь белые в противоположную оранжевую упираются. То есть сбоку все одинаково. И идет вот так вот, а здесь в противоположную. Я как-то подумал, а можно ли сделать по-другому. Да, и оказалось, что можно. Никаких противоречий с этим нет. Я сделал наоборот. То есть вот боковые. Опять все одинаковые. Да. И сделал красные и желтые уже противоположные. То есть с оранжевой стороны идут так. И упираются уже в красные. То есть менять можно. Ориентацию собирать как нравится. Ну а теперь немножко перемешаем. Для красоты. Чтобы было понятно вращение. В отличие от 2х2, здесь большая свобода действий. Можно много чего делать. На одной грани. То есть просто в полноценной пятнашке. Трехслойной. Меняем как хотим. Главное менять там, где есть пустое место. Вот это. Чуть застревает. Но со временем, я думаю, это решится. Поначалу клянило сильнее. Вот как-то так. Если хочется сэкономить и купить что-то одно, то купить можно 3х3. Так как если в нем вращать только уголки, то получится 2х2. Конечно, это механически не очень удобно делать. Но технически возможно. Из-за того, что здесь больше свободы, оно и попроще. То есть можно по-всякому что-то переставить. Вот, чуть заклинило. Поправляем. Двигается. Нормально все-таки в итоге вращается. По 2х2 извлекается, если что, единичка. Хотя на некоторых кубиках может и другая цифра извлекаться. В трешке вроде бы только пятерка и только с белого цвета. Понятно, что поначалу мы собираем все грани, кроме двух последних. А две последние собираем сначала ребра, потом уголки, как 2х2. Если в прошлый раз я говорил, что какие-то там есть еще трудности, то собрав еще пару раз, я понял, что трудностей уже никаких нет. И все это вполне интуитивно собирается. Никаких хитрых алгоритмов не потребуется. Но изредка я применяю это первым. Главная сложность в том, когда остается мало деталек, и их нужно как-то разворачивать. Оказалось удобно собирать последние грани противоположные. И тогда здесь спокойно можно что-то подкручивать и разворачивать какие-то цифры. Давайте что-нибудь соберем. Самое простое. Ну, если начинать с белой, то у нас тогда не будет центра белого. Давайте желтый. Да, но прежде чем что-то собирать, нужно собрать как 3х3. Так и поступим. Так. Отвлекают сами детальки пятнашки. Поэтому 3х3 можно увидеть не сразу. Элементы по бортикам. Так, два уса. Вот зеленый. И нужно еще один. Вот синий. Так. Так выглядит крест. Хоть и не похож. Одна пара есть. Ага. Ну, помним, что это еще void cube, да? То есть вот это, это не центр. Это передвижной элемент. Центр, он где-то там внутри. И, кстати, можно найти, чтобы cube перестал быть void. Вот желтый. И получается, что я собираю не на той грани. Давайте это исправим. То есть белый у нас получается вот здесь. Так. И вот так. Желтая. Ну, и надо бы посмотреть, какая здесь. Тут оранжевая. Сюда подвернем вот так. То есть на 2 на 2 такой проблемы не было. А там центров нет и хорошо. Ну, а теперь уже, когда мы определились, где центр, чтобы не решать void паритет, собираем остальное. Так. Это у нас синий-красная пара. Дальше вот зелено-оранжевая. Еще какая-нибудь пригодится синий-оранжевая, наверное. И в 2L спокойно тут работает. Ну, и зелено-красное ребро. Пока собираем 3 на 3, можно и фишку сюда обратно поставить. То, что под руками иногда вот так вот она движется. Ну, а с другой стороны не получится досмотреть в центре оперативно. Так. Два слоя готовы. Ну, здесь я зеленый, видимо, плохо перемешал, поэтому я хорошо собирается. Дальше у нас попробуем сделать крест. Да. Ну, интуитивно хочется смотреть на эти детальки, но надо на эти. Вот так. Это что у нас? Это... А, это глаза. Получается, вот контур собранный. И два глаза. Так. Ну, и переставим элементы. Похож на лянду, кстати. Вот. Это мы собрали этап 3 на 3, но дальше уже собирается что-нибудь. На примере вот этой грани. Так. Поставили пятерку в произвольной ориентации. Можно пятерку и разворачивать. Если мы посмотрим на цвета здесь, то желтая должна быть одинаково с красной повернута. Красная у нас здесь. Верх ногами. Ну, давайте развернем. Эти, наверное, хорошо стоят. Вот это развернем. Для этого отправим сюда. Туда отправим место. Поставим здесь. Здесь вот так вот повернем. И заберем. И все отменим. Вот получилась пятерка. Ну, ее можно вернуть. Вот таким образом. Ну, так же собирается на стальные элементики. Давайте какую-нибудь... Ну, здесь, в принципе, можно в любом порядке. Вот двойка. Она перевернута. Вот так сделаем. Я просто поддвигаю пустое место. И тут как-нибудь перемещаю. Потому что полноценные пятнашки. И тут отменяю. Ну, и уже на этой грани могу двойку перенести на свое место. Дальше. Вот нас тройка. Тройку было бы хорошо развернуть. Пустое место возьмем. Тройку сюда закинем. Тут ее развернем. И вот так, несмотря на то, что здесь уже белые части какие-то, можем спокойно поднять. Тут перетащить. Не знаю, на сколько. Настолько хватит. И вернуть. И тут движение отменить. И вот тройка. Просто в правильной ориентации накидываем сюда нужные элементы. Вот здесь единичка. Ее нужно развернуть. Ну, как-то вот так. Я могу перекинуть ее пока сюда. Туда отменить. А отсюда уже развернуть. И забрать. Чтобы это было хорошо. Так, давайте сначала пустое место сюда отправим. Какое-нибудь выбросим ненужное. Вот так вот. И заберем единичку. Ну, единичку нужно развернутую. Значит, нам нужно вот здесь место. Так, раз. И место тоже заберем. Нужно теперь вот эту сторону освободить. Для этого всякие лишние сюда поставим. Ну, путей много. Возможно, не самое оптимальное сейчас показываю. Но вот уже несколько штук. Правильно ориентированных элементов тут есть. Хотя, кажется, восьмерка перевернута. Ну, ничего страшного, мы перевернем. А, это, кстати, не 9, это 6. Найдем 9. Вот у нас девятка. Так, это я заберем. Восьмерку надо будет развернуть. Но сначала... Тут есть семерка еще. Семерка. Чтобы ее забрать. Нужно освободить здесь. Нет, не так. Сначала забираем место. А потом семерку. Вот так. И семерка готова. Но теперь у нас... Не очень хорошо. Надо опять взять место. Убрать семерку отсюда. Заменив на всякое лишнее. Лишнее осталось только пятерку, кстати. Вот. Можно это движение отменить. Вот у нас уже много элементов. Осталось, что у нас парочка. Пятерка. Вот четверка. Четверка. Сразу сюда закидываем. В нужной ориентации. И тут... Ну, пока так. Отменим. И... Вон пятерка еще есть. Ориентация кверх ногами пока. Так вот я развернул. Так. Вот так вот я заберу. И отменил. Теперь. Нужно забрать место. Таким образом. И можно пятерку тоже забирать. Ну, я сейчас, конечно, сделал не совсем правильно. Надо было одно пустое место оставить. И потом их уже расставлять. Но нам нужно еще развернуть восьмерку. Поэтому я пока выброшу. Вот выбросил восьмерку. И попробую расставить числа, которые есть. А, у нас еще шестерка перевернута. Шестерка, шестерка. Заберем и шестерку тоже. Расставим пока вот эти какие есть. Как в обычных пятнашках. Неплохо. Вот так. Один, два, три. Один, два, три. Первые три есть. Теперь сюда четыре. Сюда семь. Так будет поудобнее. Четыре. И семерочку с этой стороны загоним. Так. Вот так. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Вот пять. Теперь, ну, девятка опустится сюда. Ну, и на оставшиеся места нужно поставить шесть и восемь. Ну, и у нас тут ничего не останавливает. Шестерка, вот. Но она перевернута. Я сейчас пока отдам место на какую-нибудь дальнюю грань. Там аккуратно разверну. Вот здесь вот где-нибудь. Вот шестерка развернута. Теперь место верну сюда. Так. Вот так будет не очень. Ну, да ладно. Вот так поставим. Теперь место вернем. И откатим. Четыре, пять, шесть, семь. Ну, сюда восьмерочка. Восьмерка я, конечно, могу сделать вот так. Ну, тогда вот это смещается. Придется что-то придумывать. Поэтому я опять через дальнюю грань. Вот так. Теперь восьмерку разворачиваю. Тут удобно освобождается место. Так, место опять нужно сюда. Это отменяю. И вот эта восьмерка охотно встанет сюда, если здесь будет пусто. Ну, а пусто здесь делать несложно. Вот так. Ну, и теперь. Ну, можно было сделать бы вот так. Но это будет не очень. Вот так. Но это будет не тот поворот. Поэтому я, наверное, поторопился. И нужно еще пару действий. Каких именно. Пока сюда. Это переставим. И. Так. Так, восьмерку надо было поставить ниже. Восьмерку надо поставить сюда. И место освободить. Так. Так, ну и можно, конечно, сразу было вот так сделать. И вот мы одну грань собрали. Возможно, слегка путна, неэффективна. Но приемы вот такие. Так, продолжаем со всеми гранями. Чуть посложнее с последней. Но тоже все подобным образом собирается. Вполне рекомендую. Качественная головоломка. Интересно собирается. Не быстро. Можно цифры собирать в разных направлениях. А можно не следить за центрами и получать войд паритеты. А получится войд куб. В общем, денег-то своих глонг стоит. Да и вращается приятно. Все здесь хорошо. Мне понравилось. Обратите внимание. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok